А вот и новый видос подъехал, и здесь на самом деле не будет крепости, что очень хорошо, но зато здесь будет геймплей чисто оверлорд файты и просто бегание, убивание уроков, поэтому плевать, какое есть, какое есть, поэтому все равно лучше залить, потом ребята скинут ссылку, будто ой, у меня его нет. Кстати, все ссылки, которые вы мне поскидывали, я их удалил, так как все эти ролики есть на канале. Ну, я не знаю, но вы хоть смотрите, что вы скидываете мне. Не, ну правда, ролики, ну, вы скидываете ссылки на те ролики, которые уже есть, может просто не увидели, может быть вполне. Там они одновременно атаковали. Сзади два эти копейщика одновременно кинули копья. Во, 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 сейчас. И оба в упор промазали. Ну, классно вообще. Я начинаю с уровня сороков, играю на контроллере, обычно играю на PC, поэтому управления немного... Ну, это он комментирует, да, поэтому я думаю, что... Он просто уходит, он такой, в жопу я пошел. Благо, не будет крепости. Нет, я, конечно, не рад, что не будет, да, Цитадели, но... Все равно, по-моему, круто, просто побегать, что-то поделать. Правда, будет хуевое видео, вот сейчас момент... Сейчас будет, типа, воспоминание. О-о-о-о... Победите Карагор-Всадников, прежде чем они достигнут замка, дворца, ну, короче, что-то такого. За две минуты... И еще освободить драконов, один из трех, которые захвачены в плен. Ладно. Кстати, они сразу становятся дружественными, вот это прикольно. Ну, чувак объясняет самые примитивные вещи, типа, что если дракон или животные броукен, то его можно подчинить, вся хуйня. Фаерболл, мне кажется, лучше будет пустить в толпу. Хотя поток пламени тоже неплохо. Блин, я даже не знаю, какого урока лучше перевести с первой части. У меня есть претендент на... Мы что, застряли, что ли? А, нет. Я думал, застрял. А что будет, если юзнуть казнь на драконе? Я имею в виду замощь, типа, какой-то суперфаерболл или... Непонятно. Или он спустится на землю и всех ударит сплэш? Не знаю, не знаю. Победите Грауга, прежде чем он дойдет до крепости. Здорово. Надо юзнуть этот суперуд... А, это будет как геймплей, типа, будет анимация, типа, что дракон налетит на Грауга и, типа, начнет кусать его за шею. Ну, в общем, мы все прошли. Мы получили последнюю ячейку, за которую дают Мириамы или что-то такое. Получили скиллпоинт, что нормально тоже. Боже, ебать, она реально круче, чем первая часть уже. Как-то даже хочется сыграть. Так, вот эксекьюшн. Ну вот, кто спрашивал про ветку дальности, я могу... Ну, как я понимаю, я могу сказать, что это детонация. Первый скилл это детонация костров, бочек, а-ля прочего говна издали. То есть выстрелом, а не телепортированием и ударением молотка. Второй скилл это замораживание, типа, стреляешь в ногу и, типа, они останавливаются, то есть замедление. Третий скилл это стрельба в полете. Четвертый скилл это, видимо, уменьшение времени фокуса, то есть растраты, да, чтобы они меньше тратили. И, ну, я имею в виду режим стрельбы, то есть когда ты включаешь его, я думаю, вы не могли не заметить, что фокус просто его как не было, просто какая бы у тебя броня не стояла. Этот скилл обязательно мастхэвный. Потом есть шэдоу страйк, я так понял, количество шэдоу страйков, то есть, типа, цепочек. Вот и все, вот и вся ветка, в принципе. Я же говорю, просто поставьте мой ролик на паузу, и вы можете сами все понять. Это не так трудно, ебать. Ну, если, естественно, вы играли в первую часть, а не как эти макаки, говорят, что нам очень нравится игра, но мы не играли в первую часть. Ну, этот, конечно, очень красивый волосатый берсерк, Олах Хай. Мухи его зажирают до смерти, короче. Хотя написано, что он боится, но это смертельная опасность. Вот, вот этот красавчик вообще. Ну, а силы покажешь или... О, он бис... Все, ему больше ничего не надо. Я говорю, самый тупой примитивный обзорщик, как всегда. Вот, вот, вот он, блядь, вот просто мою ветку листает. Вот, детонация, как я и говорил, заморозка, то есть стрельба в полете, усиленный выстрел даже, я даже немного ошибся, то есть это усиленный выстрел. И все. А последний, ну, наверное, шедоу страйки, как я и думаю. Три стрелы, и он не сдох? Какой же у тебя дебильный лук. Опа, фокус восстановился. Бля, он говорит, типа, что мы его задоминируем, у нас будет новый поц в армии. Чувак, это так не работает. Там сзади орки от хулов убегают, походу. Лол. Здрасте. Типа, драться будем или... Ух ты, прикольно ударил. И убежал. Он даже его не дубил, он просто убежал. Можно посмотреть, как щитовики рекруты тащат, он там вдвоем против двоих дерется. Добивай, чё ты тупишь. Какой доминация? Ну ты баран, боже, тупорылая мразь, блядь. Ты бы еще в упор с граугом стоял и доминировал рекруты. Не, реально, ну как бы, пиздец. Ретардит пипл. Он тупо все объясняет. Ты правда, чувак, ты думаешь, что, блядь, твое видео будет первым? Ты настолько опоздавший обзорщик, что, блядь, я просто охуеваю. Сколько времени прошло, блядь? Он реально думает, что его ролик будет первым? Это отключит берсерков при осаде, если мы убьем этого вождя. Ну или задоминируем. Вот, цепочка прикольная. Доминация. Блин, это прикольно, то есть можно подряд троих, двоих задоминировать и создать такую литл армию, да? Ну, то, что щиты ломаются теперь и без этого, это очень круто. Правда. Но он не уворачивается даже. Он что, реально настолько плох с геймпадом, что ли? Не, мне, конечно, тоже, когда геймпад дали в руки, когда я играл в первую часть, я, конечно, тупил, но, ребят, я разобрался за пять минут. Мне главное было знать, какая кнопка за что отвечает, и все. Все остальное не заставило себя ждать. Нужно убить 20 врагов внутри крепости. Дополнительная задача требует 3 добивания. Красная мощь означает увеличение урона. То есть это не отдельная, не отдельная казнь. Для этого нужен скилл, то есть чтобы не сразу вся мощь расходовалась. Это просто усиление, усиление урона, если мы будем казнить капитанов. Я имею в виду, казнить, это наносить им урон анимацией. И если вы понимаете, о чем я, вы должны понимать. Бля, он самый крутой. Сзади он мне нравится, еще урок в капюшоне. Его бодигард. Мы сейчас по-любому узнаем, кто это. В капюшоне, че, у Класска. Блин. Убегай, ну че ты делаешь? Забейте на этих рекрутов, их тут по всей крепости. Ты, блядь, их не переубиваешь всех. Они будут прибегать и прибегать. Забейте хуй на них. О, господи, какая ж ты мразь просто. Боже, почему ты такой тупой? Боже, ну... Боже, надеюсь, эти ролики не смотрит твоя мама, потому что это будет очень стыдно. Сразу троих доминирует. Пойдите, просто литл армия. Такая мини-мини-мини армия. Из троих бомжей, которые просто прикроют тебя в случае чего. О, наконец-то решил отправиться к боссу. А если сбить всадника, какая разница? Это будет просто карагор. Он будет атаковать нас. Он все равно за них. Это тебе не первая честь. Берсеркер. О, 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 вот этот, вот этот мне нравится. Боже, племя Дарк всегда такое клевое. Просто посмотрите на него. Да, конечно, рыло у него не очень, как на паспорт, но все равно он шикарно выглядит. Капюшон вся хуйня. Броня, костяшки. Ну, не знаю, мне нравится такой стиль. Не знаю, как вам. Тут чисто по вкусу народа. Сколько можно? Это наносит минимальный урон. Нахуй вообще это нужно в игре? О, дым. Интересно, дым дамажит? Не, ну, наверное, дамажит, но скорее отталкивает. О, саперы, классно. А вы что тут делаете? Там сверху какая-то ловушка или взрыв, или мухи. Я так и не понял. О, он этот, заботливый мастер. То есть, если бьешь бодигардов, он злится, и, короче, все. А теперь он чего-то боится, или он наглушен. Ему нужны стрелы, говорит. Нужно, блин. Да хватит уже, посессив мастер. Хватит. Я думаю, стрелы лучше получать способом казни. То есть, высасывай и получай стрелы. То есть, лучше заменить это доминирование вонючее, и поставить или стрелы, или ускоренное доминирование. Рекурты все равно ничего особо не сделают, поэтому... Не вижу в них смысла как такового. Ну, это чисто если вам нравится, да? Это если вы прям такие, ну, знаете, озабоченные, блядь. О, каждый рекрут в моей армии. Игра все равно их не засчитает, но я все равно их заклеймлю, потому что я дебил. Ну, если вы примерно так считаете, то... То флаг вам в руки. Боже, вот это вот реально просто охуенный стоп-кадр. Глаза у него такие реально дитя. Он такой волосатый. Прям льетти какой-то. Так, бля, один удар, пиздец. Опа! Ой, еще один капитан. А ты, это... Они появляются, когда мало хп. Игра просто спаунит, типа, как будто засада. Если у тебя мало хп, то будут прибегать капитаны. Это и в первой части работает, и в этой также, поэтому... Там сзади каравор, можно его заклеймить, он все равно брокен. Все равно тебе ничего не стоит нажать одну кнопку на 5 секунд. И будет тебе бесплатный каравор, который, по крайней мере, бомжей пораскидывает. Ну, или убьет тебя. Ты будешь атаковать сегодня, или как бы нет? Я в шоке. Why you are so stupid, а? My English is so good. But I tried to speak English. Бля, ну это я, типа, сейчас прикалываюсь, если вы поняли. На самом деле, ну, у меня вроде нормально получается. Их там четверо, четверо. Уже. Их было трое, но теперь четверо там арбалетчик появилось. Хотя нет, вроде он бегает за вождем. Смотрите, они реально не тупые, то есть они бегут и ищут тебя. Не так, как в первой части, когда ты за стенку зашел, все, всем похуй вообще. Просто похуй. Ну, правда, он в них выстрелил. О, 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 ништяк. Это да, это да, это хорошая вещь. Можно было бы арбалетчика украсть, чтобы, чтобы один-один с ним порешать, чтобы он в крысу не стрелял. Сразу бежит к своему господину, потому что знает, что один ничего не сделает. Какой хитрожопый, а? Боже, хитрожопый. Аллахай в ярости. Призывай, призыви своего бодигарда, карагора, сделай что-нибудь, что ты такой тупой, пиздец. Нет, у тебя еще одно падение. Вот это было последнее. Еще одно, и тебе пиздец. Это видео, наверное, сейчас закончится, да? Ну да, он сейчас умрет. И все будет охуенно. Ну как, плохо, как бы, да? Потому что это будет уже заклятый враг. Все, ему хана. На тебе. Ого! Что он делает? Хватит, я уже сдох от одного удара, и так уже он голову раздавил вообще. О, медь сломал. Серьезно, то есть только Аллахай их ломают? О, мудак арбалейчик, сука, забрал от нападения. Их нужно убивать первыми, потому что они мешают играть на самом деле. Ну, блядь, это закон боя, нужно убивать дальника, чтобы потом, блядь, не было никаких проблем вблизи, чтобы не было сюрпризов. Ну, как бы, вот и все. Так что, блядь, надеюсь... Нихуясь и сороковый, он же был 33-й, по-моему. Ну, это не важно, я не знаю, их опять апает, но это не важно. Потому что Талли, он высокий уровень, я знаю, что вы скажете, в общем, бла-бла-бла, то есть, отмажетесь как-то, да, вы придумаете. В общем, это был геймплей, да, Shadow of War, надеюсь, вам понравилось. Ну, вроде не так часто они, конечно, выпускают, но всех, кто успел снять, вот сейчас как раз самый сок после Gamescom, когда все утихло, они начинают выливать видосы потихонечку там, правда, ну ничего, я сразу их замечаю. Еще раз, ребят, если вы кидаете ссылки, проверьте, нет ли этой хуйни на канале. Я очень много ссылок вижу сейчас, люди кидают, она попадает в спам, я сразу смотрю ссылку. Если ссылка есть, я ее одобряю, если ссылка, как бы, на канале уже это видео есть, я ее удаляю. Соответственно, еще ни одной ссылки не попалось такой, чтобы у меня на канале не было. Поэтому, ребят, все, надеюсь, вы меня поняли, я вас понял, все, как бы, у нас охуенно уже много. Народу на канале реально очень сок, прям, сколько там, 250 или 249, я не знаю, не смотрел точно. Но я надеюсь примерно на такую сумму, поэтому я надеюсь, я угадал. И что, что, welcome to hell, да? Все, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok